Ну, сердце позвало сюда. Вот так вот, мы это разрушили, наш лагерь. Сидим мы с розайки. По сути, важна же природа, не важно, откуда ты, что ты. А вот именно, что природа вообще первична, в моем понимании. Сама земля первична. Во время этих событий я отдыхал в Сочи с братом. Поэтому мы планировали поехать в Абхазию. Но я слежу за блогерами некоторыми. И услышал, что началась здесь какая-то активность нездоровая. Ну и почувствовал, что надо приехать. И приехал. Здесь было несколько палаток. Ребята, хорошие ребята были здесь. Открытые, чистые, глаза приятные. 15-го числа утром пошел снимать митинг БСК. Ну, вот это интересно было посмотреть. Ну, видно было, конечно, что он был такой организованный. Там стояли специальные полевые кухни, туалеты, мусор. Там скорая помощь, пожарная приехала, милиция. Милиция начала там выписывать протоколы за то, что все были организованы с табличками. Записывали имя, фамилию, отчество. И адрес, по-моему. Потому что у тех, кто был атрибутика, ходили отдельно, предупреждали. Этот митинг не санкционирован, незаконен. Ну, это смешно было, когда полиция ходит, упрашивает людей. Я им вообще безразлично. Они знают, что у них там все было схвачено, согласовано. Ну, там, где надо. Потом я два часа пробыл там. И где-то в 11.30 позвонили с лагеря ребята. И сказали, что там начался жесткий разгон. И мы с ребятами смеш-канала, ну, там, они были двое здесь, а были двое там еще. И мы пошли в сторону лагеря. Видимо, связь отключили, потому что ни до кого невозможно было дозвониться. Интернет не работал. И, на самом деле, после вот этих событий у меня и у многих ребят на телефоне не читалась сим-карта. И на GoPro тоже то, что весь материал, который я снимал, были побитые. То есть пришлось форматировать потом флешки. Не у меня одного это было. У многих ребят действительно была проблема связью с телефонами, с GoPro, с камерами. Уже при подходе увидели множество техники и сотрудников ЧОПа. А когда уже спустились к этому, с этого съезда, там было просто впереди стоял экскаватор. И много ЧОПовцев стояло. Справа стоял ОМОН прям. Ну, видно было, что они заодно. И уже за их спинами, а нет, уже перед ними, получается, стояли люди, которые пришли на субботник. Через какое-то время вот тот полицейский, который на митинге БСК предупреждал граждан, что митинг незаконный с граммофоном, он же переместился сюда и начал говорить, что граждане что-то нарушают. Не ссылается ни на какую-то статью, что конкретно нарушает. Почему их нахождение граждан здесь незаконно? Просто вы нарушаете, разойдитесь. То есть, уже в лесу людям нельзя быть. Ну, это же абсурд. То есть, полицейские не представляются, не говорят, почему они сами здесь находятся. То есть, у них должна была быть причина. Буквально через пару минут того ОМОН просто ринулся вперед вместе с ЧОПом и начал оттеснять людей от экскаватора. То есть, они просто расчищали для экскаватора путь. Я вначале был снизу, а потом забрался на него. Ну, просто снимать оттуда было удобнее. Я снимал, снимал. И, соответственно, через какое-то время ЧОП, который не имеет права не трогать людей, не хватать их, и хотя бы он должен представиться, кто они там. По сути, это бандиты были в форме. Потому что у них не было никаких удостоверений. По крайней мере, они никто ничего не показывал. И при этом полицейские не реагировали. И, в общем, вот эти бандиты, так как они не представлялись, они просто вчетвером навалились. Вы выгнали меня с этого, с ковша. И через какое-то время, когда я там стоял перед ковшом, чтобы не пропускать технику, ЧОП меня начал крутить. То есть это абсолютно, это уголовное, на самом деле, преступление со стороны ЧОПа. Но полиция при этом абсолютно бездействовала. А потом даже начала помогать. И ОМОН включился и уже, ну, жестко заломал. То есть воткнул головой в землю. И, соответственно, и начал крутить руки, и одевать наручники, и отвели меня в автозак. Меня завели в автобус, потом еще двоих, потом еще одного. А потом буквально через 15-2, полчаса мы, наверное, уезжали. Уже был полный автобус. Ну, человек 22, по-моему, у нас было. И 28. То есть в Стерлитомахский отдел нас привезли. А там началась карусель. Просто стерлитомахские следователи пишут административный протокол, который должен был составляться на месте здесь. Соответственно, но они его не подписывают. Они его подписывают, его майор Ишимбайский. То есть так как это место, это Ишимбайский, принадлежит Ишимбайскому району, они поленились ввести в Ишимбай, потому что или там сотрудников не хватает, или еще что-то, а устроили просто фальсификацию и подлог документов. Они по шаблону с WhatsApp переписывали административные протоколы, не подписывали их, тут же несли их, я присутствовал, со мной вместе мы шли к майору Ишимбайскому, и он их подписывал, чтобы якобы это было законным. И при том они вызывали двух свидетелей, так как я отказался от подписи, но при этом свидетели на самом деле фиксировали не то, что я отказываюсь от подписи, а то, что они подтверждают, что я здесь совершал противоправные действия. Эта статья была 19.3, то есть 19.3 это неповиновение законным... Представитель для власти. Да, но сотрудников власти я там не увидел, потому что ни один из них не представился, ни один из них не объявил требования. То есть просто повязали и посадили в вас. Требований не было, и оснований для этих требований не было. То есть это было просто, ну, заказ... Ну, вот полиция выступила как частное охранное предприятие. То есть им сказали фас, и они пошли ломать людей. И, соответственно, когда этот протокол составили, потом нас посадили в автозак на два часа, ну, вот как уголовников, вот в эти ящики, ну, там где... С решеткой. Ну, да, да, там, который метр на метр, я в него еле поместился на самом деле. И нас там продержали два часа. В кармане. Да, и после этого пересадили в Газель и повезли в Шамбай. То есть это были акты устрашения, вот такие вот, соответственно, в отделе нас уже в КПЗ поместили, и на следующий день, в воскресенье, нас уже судили. Но суд это было продолжение этой, на самом деле, позора. Произвол. Произвола, позора, потому что нас привезли в суд. При этом мы ходатайствовали об адвокате, чтобы будем отвечать при адвокате. Нас девять. Просто со Стерлитамака уже разводили по Салавату, Ушамбаю, еще какие-то там города. Мелиуз. Но отвозили уже ровно столько количества людей, сколько помещается в камере для административных заключенных. Нас девять человек направили в Шамбай. То есть они заранее знали, что приговор будет обвинительным. И мы потребовали адвоката, нам его не предоставили. При этом судья выступала не как человек, который должен принять взвешенное, грамотное, честное, справедливое решение. Судья выступала как обвинитель. Как прокурор. Да, вместо прокурора она выступала как обвинитель. А вы обвинителем были? Нет, обвинителя не было. Ну, то есть... Ну, нарушается такое. Она... Решение было исключительно по рапорту. То есть, получается, слово полицейского которого при этом не призвали на суд. Там еще был свидетель Иванов, водитель трактора. В общем, свидетелей не было. Видеозапись нам не предоставили. Хотя писали, что видеозапись приобщена к делу. На самом деле она даже к делу была не приобщена. И, в общем, потом судья удаляется на пять минут и выносит заключение на четырех листах. Ну, это как такое может быть? На четырех листах заключение уже. И дает десять суток. При этом у меня ни одного привода. У меня нет ни административных, ни других судебных каких-то дел. И абсолютно... То есть, это было первое. Вот такое дело. Когда я столкнулся с нашими правоохранительными... Ну, на самом деле, это силовые структуры. То есть... Потому что они не защищают закон. И не защищают справедливость. И не защищают народ. Соответственно, вот нам дали десять суток. И все. Нас уже посадили потом... В этот же Ишимбайский, но уже для камеры административных задержанных. Соответственно, там нас было девять человек. Мы там объявляли голодовку из-за этого. Из-за того, что было неправомерное решение. К нам начали приезжать прокуроры. Там младшие помощники, старшие, заместители, временные. Ну, короче, все. Я не знаю. Общественные организации приезжали и тому подобное. Но... Когда дело дошло до Верховного суда, в Верховном суде продолжается все то же самое. То есть... Огромное количество нарушений было по задержанию, по составлению протокола административного по протоколу задержания были аресты. Ой, ошибки. Неважно. Верховный суд делает то же самое. Под копирку подтверждает решение первой инстанции. Но это просто рука руку моет. По-другому это никак не назвать. Вы отсидели все десять суток. Да, да, да. Ну, все десять суток. И я выходил в среду. Это там... Не помню, какое число. Двадцать шестое. И уже в обед у меня в Верховном суде сделали обжалование моего... То есть я вышел уже, а обжалование мне принесли на обед уже. Ну, то есть это в 11.40. С Ишимбая пришлось лететь в Уфу. Ну, то есть и на обжалование. Мы заявили порядка четырех ходатайств. Судья отклоняет их все. Единственное, что он как бы удовлетворил, это вызвал майора Ишимбайского, который подписывал протоколы. На следующую среду. Вот у меня суд будет в среду эту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!